Место проведения показательного учения выбрано не случайно. Территория Грибного канала уникальная по расположению. Это одно из излюбленных мест отдыха Брещан. Здесь, несмотря на плохие погодные условия, холодный насквозь пронизывающий ветер и низкую температуру воздуха, свое мастерство показали работники спасательной станции Грибной канал. Они отработали алгоритм действий в случае происшествия на воде. Человека извлечь из воды, доставить до берега, что дальше с ним делать? Обычно возникает у нас вопрос, поэтому пытаемся подросткам объяснить, что, какие действия, как поступать, что первично, что вторично и как это делать. Скоро начнутся каникулы и у нас дети начинают, родители на работе, дети куда идут? Естественно, к воде. Ну, естественно, большинство сами по себе без взрослых пытается отдыхать, мы с этим пытаемся бороться. Ну, естественно, как с этим побороться? Со двора идет компания, она приходит, сами отдыхают, а вот какая-то неожиданная ситуация, хотя бы, чтобы первичные навыки они имели, что, как и зачем. Ежегодно в особой группе риска люди, находящиеся в акватории пляжа в нетрезвом состоянии и подростки. А потому еще раз напомнить молодежи об основных правилах поведения на воде, тем более, учитывая скорое открытие купального сезона, спасатели считают своей обязанностью. Эта критическая ситуация, конечно, была смоделирована организаторами учения, но и в жизни она случается достаточно часто. Уже в 2017 году в Бресте зарегистрированы первые случаи гибели людей на воде. Причины разные. Эти два случая, естественно, все произошли в местах необорудованных. Ну, естественно, купальность не началась, но есть у нас четкое определенное понятие – места предназначенные для купания и места запрещенные. Вот эти два случая произошли в этих местах непосредственно запрещенных для купания. Ну и какие-то определенные факторы сыграли роль. Это такие, как неосторожное нахождение воды, рыбалка, алкогольное опьянение. Вот такие несчастные случаи на данный момент у нас. А потому привлечь к проблеме как можно больше общественности было, есть и остается актуальным. Благодаря тематической встрече ребята возобновили в памяти главные правила поведения на воде в летний период, учились оказывать первую помощь при спасении утопающих. Молодежь уверена, такие встречи лучше всякой литературы, уроков и фильмов. Ведь стать живым свидетелем, пусть и смоделированной ситуации, это хорошее подспорье как для получения новых теоретических, так и практических знаний. Надо знать, как вести себя в такой патовой ситуации в любой момент, тем более, что сейчас начинается купальный сезон, и такие мероприятия надо проводить среди всех школ, чтобы все знали, как себя вести в таких ситуациях. Это полезно знать, потому что тот, кто владеет информацией, тот владеет миром.